Тема импортозамещения сельхозпродукций в стране набирает обороты, в том числе и в Сочи. Создавать свои производства стало выгодно. Учитывая специфику города, это прежде всего курорт, которому предъявляются особые экологические требования, животноводство в промышленных масштабах развивать здесь запрещено. А вот агросектору зеленый свет. И возможности для этого в Сочи все есть, как климатические, так и в плане земли. К примеру, на этом участке в несколько гектаров можно разбить плодо-овощной сад. Именно такое решение принял 20 лет назад сочинец Завенну Барян. Как он говорит, пошел по стопам отца, хотя легче в то время было идти в так называемые челночники. В качестве эксперимента взял в аренду полтора гектара земли у тогда совхоза Октябрьского. Теперь его хозяйство знают почти все оптовики. За персиками, хурмой, черешней и сливой из этого сада выстраиваются очереди. В этом году здесь планируют собрать около 20 тонн экологически чистых фруктов. Хочу еще развивать это, перепелки держать. Тоже говорят, выгодно, хочу попробовать. Но не знаю, понимаешь, я не уверен завтра, что мне, потому что земли не оформленные. Смысл в том, что договор аренды на сельхозземли по закону заключается всего на 11 месяцев. А потом неизвестность, говорит предприниматель. А ведь чтобы вырастить сад, к примеру, черешневый, нужно минимум 5 лет. Поэтому многие не решаются на такие риски. В итоге сельхозугодия, которых на курорте много, пустуют. Тем временем сочинские прилавки сетевых магазинов оккупируют в основном заморские овощи и фрукты. Тормозить в этом деле нельзя. Поэтому буквально 15 апреля вы мне или ваш начальник управления, Владимир Владимирович, доложат четко и понятно по созданию условий для развития фермерства, для развития предпринимательства в области сельского хозяйства. Надо сегодня по всем сельским населенным пунктам выявить тех людей, которые хотели бы заниматься сельским хозяйством. И учтя их пожелания, выделить для них земельные участки. Задача поставлена уже в апреле предпринять все шаги, чтобы увеличить срок аренды земель сельхозназначения на первом этапе до 5 лет. Это, по мнению властей, позволит увеличить производство собственных овощей и фруктов. Говорили на встрече и о развитии тепличных комплексов. Курорт по своим климатическим особенностям – клондайк для такого вида агросектора. Не зря в свое время в Сочи располагалась одной из крупнейших тепличных хозяйств страны. Уже о желании построить теплицы заявили собственники земли бывшего совхоза «Восход». У нас есть дорожная карта, которая сейчас согласовывается в Министерстве сельского хозяйства, куда внесены, в том числе, по тепличному комбинату «Восходовскому предложению». Плюс в эту дорожную карту внесены такие перспективные, на наш взгляд, проекты, как развитие аквакультуры. Инвесторы есть. По планам администрации города, перелом с положением дел в агросекторе курорта должен наступить в 2016 году. Так что, вполне возможно, уже со следующей весны в Сочи, как и в былые времена, прилавки магазина в основном будут наполнять не импортными овощами и фруктами, а гарантированно качественными продуктами от местных товаропроизводителей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».